Вы знаете, вот по поводу Украины, дело в том, что мы, опять же говорю, мы как актеры, мы были связаны с ней много лет, потому что мы там снимали фильм, кстати, «Цыганказы», где снимались мы там, нас там встречали, и, понимаете, с улыбкой, с гостеприимством, и мы никогда не думали, что может быть такое, никогда в голову не может прийти, и до сих пор, когда я смотрю эти кадры, вы знаете, даже смотреть это не могу, я не могу понять, как это все может быть в людях, как может быть в мозгах этих людей, которые стоят у руководства этой страны. Милые люди, что это такое? Это, я не знаю, это тот же Саакашвили, который, извините, что я могу говорить о нем, когда он говорит, что он будет бороться с олигархией, слушайте, но это что, не смешно? Когда глава Украины, господин Порошенко, является олигархом, и он такие вещи говорит, что это? Или это совершенно люди, которые неадекватные? Потому что их поступки, я не понимаю, их поступки, они просто не поддаются никакому мышлению, никакому вообще оправданию, что это такое, что это произошло, как это возможно было, мои дорогие люди, сказать, кричать, люди, остановитесь, придите в себя, ну как, я просто уже уклянусь, я уже, мне хочется поехать туда и сказать, мои дорогие, ну что же вы творите-то? Вы же убиваете друг друга, эти маленькие дети, эти старики, это люди плачут, эти слезы, оправдать это невозможно. И я считаю, что, господь Бог, клянусь вам, это наказуемо, это очень большой грех. Не ему, пусть они не так его, но ведь и дети пострадают, и внуки пострадают, и правнуки пострадают то, что делают они. Это жестокость, это, правильно говоря, фашизм, это геноцид. Другого я не могу сказать. Я думаю, если, конечно, может быть, поменять власть, которая будет разумная, гуманная, человеческая, ну остановитесь, люди, люди, остановитесь и придите в себя. Вот что я могу сказать.